Ну, попрошу вас, тогда я у вас представлюсь. Уважаемые коллеги, я хотел представить вам сегодня нашего гостя, Дон Арманд Русс, социальный экономист. Он не так давно прислал нам книгу, которая так и называется «Духовная экономика». И вот по всем взглядам на мироздание, на происходящее сегодня, у нас много чего общего. Это мы убедились из часовой беседы, которая у нас только что произошла. И мне кажется, что в наше время это чрезвычайно важно, чтобы люди разных стран и континентов находили общий язык, понимали друг друга, потому что Дон Арманд Русс из Соединенных Штатов, хотя он путешествует по Европе, в Индии. И я надеюсь, что вот такой контакт нам будет очень полезен для университета. Так что прошу тогда, значит, внимание свое сосредоточить на выступлении, которое сегодня прозвучит. Ну и в соответствии с вашими пожеланиями, вот на четверг мы планируем, возможно, еще одну встречу. И вы просто сориентируйтесь, может быть, сегодня же можно будет решить, да? Вот. Ну я тогда успехов хочу пожелать и поблагодарить вас. Благодарю вас, Виктор Алексеевич. Я очень рад, что мне предоставилась возможность говорить перед студентами, перед факультетами. Я очень рад, что мне предоставилась возможность выступить перед студентами, перед факультетами этого университета. Я хотел бы сделать как бы небольшое представление или введение в мою книгу «Духовная экономика». Концепт этой книги весьма много общего имеет с картинкой, которую вы видите, матрица. Я предполагаю, что все здесь присутствующие видели этот фильм. Это очень важный элемент культуры, это важное кино, и я рекомендую всем его посмотреть. Потому что оно описывает положение, в котором мы находимся, весьма точно. Это идея матрицы. Это матрица, которая управляет нашим поведением, но мы этого не осознаем. Как же матрица управляет нами? Через сознание. И вот это и станет темой нашей сегодняшней беседы. Сознание. Что такое сознание? Откуда оно берется? В зависимости от своего мировоззрения, люди придерживаются различных взглядов относительно того, откуда берется сознание. Материалисты не имеют других предположений относительно происхождения сознания, кроме того, что оно происходит из тела. Независимо от того, что мы думаем о происхождении сознания, нам следует понять, что влияет на сознание в этом мире. Собственно говоря, сознание – это то, с помощью чего мы получаем опыт взаимоотношений со всем, что нас окружает. Сознание – это путь, способ общения людей друг с другом. Источником того знания, которое я сегодня вам предлагаю, являются веды. И название нашей лекции будет «Гуны. Человеческое сознание и поведение людей». Люди – это очень сложные существа. Возьмем мы кота, русского или американского, они ведут себя приблизительно одинаково. Во всем мире кот – это просто кот. Но человеческое поведение даже в пределах одной страны довольно сильно отличается от одной личности к другой. Это различные чувства людей. Люди ведут себя по-разному. В течение тысячелетий социологи бьются над этими вопросами. Как создать, как разработать или где найти такую модель, которая объясняла бы человеческое поведение? Одна из проблем, которые при этом возникают, – это проблема языка. В наш язык зашиты определенные понятия, с помощью которых мы пытаемся объяснить действительность. Но это и ограничивает нас. Получается, что мы ограничены словами того языка, на котором говорим. Поэтому мы будем использовать некоторые слова, взятые из санскрита. Многие считают, что санскрит – это древнейший язык на Земле. И из санскрита приходит довольно много слов. Эти слова не имеют аналогов в западных языках. Но ведь за ними стоят определенные концепции, которые помогут нам взглянуть на окружающий нас мир с другой точки зрения. Итак, первое санскритское слово, которое мы употребим, – это «атма». «Атма» означает «я». «Я» – это то, что мы испытываем постоянно. Десять лет назад у нас было другое тело. Но мы были той же самой личностью. Тело меняется, но я остаюсь все тем же человеком, который наблюдает за изменениями тела. Мы говорим «я» – «есть сознание». И мы смотрим на это сознание. Как оно подвергается влиянию со стороны окружающего мира? Другое слово, которое мы также будем употреблять – это «гуна». Существуют три «гуны» – «сатва», «раджас» и «тамас». С каждой из этих «гуны» связаны определенные характерные черты. И эти «гуны» влияют на сознание. Это как «матрица». Тот, кто находится, когда «нео» находился в «матрице», он не знал, каким образом «матрица» влияет на него. Мы находимся сейчас в этом мире, а «матрица» – это как раз и есть «гуны». Итак, три основных «гуны». И у них есть три основные характеристики, соответствующие им. Характеристика «сатвы» – это поддержание всего. Характеристика «раджаса» – это созидание. А характеристика «тамаса» – это разрушение. Они, эти три «гуны», смешиваются между собой в различных пропорциях. Точно так же, как три основных цвета – красный, желтый и синий – дают бесчисленное множество оттенков. Так и три «гуны» смешиваются в самых разнообразных комбинациях, производя бесконечное множество видов влияния на сознание. Почему люди различны? Потому что каждый из нас связан с этим миром определенным образом. То, как мы общаемся с внешним миром, отражается на нашей природе. Современная психология называет это обусловленностью. И то же самое слово, которое использует психология, мы также будем использовать. Когда мы совершаем раз за разом одни и те же действия, мы становимся обусловленными этими действиями. Так же, если мы допускаем какой-то вид поведения раз за разом, то мы становимся обусловленными этим видом поведения. Сейчас мы посмотрим, какими путями или какими способами гуны оказывают свое влияние. Например, время суток. В утренние часы преобладает саттва. В середине дня преобладает раджас. Посмотрите, как утром все так тихо, спокойно. Но, когда начинается день, мы становимся более активными, мы что-то делаем, идем куда-то. А вечером мы отдыхаем, расслабляемся. Различные места. Города оказывают влияние раджаса. Деревня оказывает влияние саттвы. А места, где существует невежество или порог, влияют на нас как тамас. Пища также влияет на сознание. Напитки различные влияют. Различные виды половой деятельности. Различные виды экономического поведения. И даже различные виды физических упражнений. Я привел только несколько примеров, но на самом деле абсолютно все, что нас окружает, является определенным сочетанием гум и оказывает соответствующее влияние на сознание. И гуны влияют на все аспекты человеческой деятельности. Например, знание. Оно не является одинаковым для всех. Если на нас влияет тамагуна, то мы не получим того знания и не разовьем того понимания, какие были бы у нас, если бы на нас влияла саттвагуна. Таким же образом может быть разное качество веры. Существуют разные виды поклонения Богу, и мы смотрим на них в соответствии с тем, под влиянием каких гун находимся. И деятельность, и понимание, и решимость. Возьмем, к примеру, решимость. Если человек, например, ленивый, неподвижный, у него сколько решимости? Это результат тамагуны. А также и причина тамагуны. Гуны являются так причиной, так и следствием. Из-за того, что наша природа обусловлена. И мы можем изменить свою природу, изменяя способ своего взаимодействия с гунами. Предположим, человек хочет изменить свои привычки. Нередко это бывает очень трудно. Но если прилагать усилия с решимостью, то за 2-3 недели можно изменить привычку. Мы обусловлены, но и эту обусловленность можно изменить. Давайте рассмотрим качества характера, которые могут развиваться от взаимодействия с гунами. В результате взаимодействия с саттва гунами мы развиваем знания, понимание, милосердие, правдивость, чистоту, терпимость и, самое главное, удовлетворенность. И если мы видим, что в ком-то проявляются такие качества, это означает, мы имеем дело с саттвой. Раджас дает другие качества. Бесконечное желание. Огромные усилия. Прибыль. Я хочу прибыль получить. Современное общество характеризуется преимущественно раджагуной. Мы очень активны, мы хотим получить какой-то результат. Люди трудятся изо всех сил. И действительно получают многие вещи. Однако здесь нужно отметить одну очень важную вещь. Независимо от того, сколько и чего мы получим, мы останемся неудовлетворенными. И нам будет хотеться больше. И еще больше. И еще больше. А где же предел? Нет предела. Еще больше. Такова природа Раджаса. Такова природа Раджаса. Такова природа Раджаса. Люди говорят, у нас растущая экономика, но потом приходится признать, что планета-то у нас ограниченная. Мы не можем продолжать расти и расти беспредельно, потому что у нас есть предел на ресурсы, ограниченные ресурсы. Когда же мы остановимся? Люди, которые находятся под влиянием Раджагуны, не могут остановиться. Потому что они неудовлетворены. Вот проблема. Проблема состоит в том, что мы находимся под влиянием Раджагуны. Решение лежит в Саттвагуне. Потому что под влиянием Саттвагуны я чувствую удовлетворенность. Это как если вы съели полный обед. И кто-нибудь предлагает вам еще. Вы говорите, нет, спасибо, я уже насытился. А вам говорят, ну это так вкусно, ну попробуй. Я понимаю, вкусно, но я сыт, я не хочу. Я не хочу больше. Это удовлетворение. И это приходит из Саттвагуны. Сравним все это с Тамагуной. Лень, путаница или непонимание, грязь. Себелюбие, зависть. Люди под влиянием Тамагуны тоже хотят больше. И где же они это берут? Они отбирают у слабых. А у беспомощных. Они воруют у окружающей среды. У будущих поколений. У тех, кто не может за себя постоять. И поэтому ключевое слово для невежества или для Тамагуны это эксплуатация. Давайте сравним эти три списка. В каком из них мы хотели бы прожить свою жизнь? Мы постоянно говорим о каких-то проблемах общества. Но взглянув на эту таблицу, мы можем понять, откуда они берутся. И где лежит решение, к которому мы стремимся? Мы хотим, чтобы люди были честными, ответственными, разумными, чтобы они заслуживали доверия. Это же естественно, хотеть, чтобы люди были такими. Особенно те, с которыми общаемся мы сами. Те люди, с которыми мы работаем, или кого нанимаем. Мы хотим, чтобы у людей были такие качества. Откуда берутся эти качества? Они берутся из взаимодействия с саттвой. И, опять же, современное общество характеризуется Раджасом. Но сам по себе Раджас не существует. Постоянно, гуны постоянно смешиваются друг с другом. В какой-то момент времени саттва может стать больше, а тамаса меньше. Или же тамас может разрастаться за счет Раджаса и саттвы. Название какой-то игры мне неизвестное. Но смысл в том, что один приобретает за счет других. Человек в этой игре, человек может приобрести что-то только за счет других. То есть, отнимая у других. Если мы видим, что тамас чрезмерно разросся, то противостоять ему можно только с помощью саттвы. Это эффект балансировки. Эту науку мы видим воплощенной в различных известных личностях мира. Люди, имеющие саттвическую природу, желают помогать другим. Они естественным образом хотят сделать что-то хорошее для мира. Они активны и постоянно заняты тем, чтобы что-то хорошее сделать для этого мира. Люди Раджагуны – это бизнесмены и звезды спорта. Они хотят славы и денег. Они хотят творить, они хотят создавать что-то, они хотят действия. И мы видим в мире немало таких людей. Соревновательные виды спорта являются лишь отражением природы таких людей, которые находятся под влиянием саттвагуны. И люди, которые находятся под влиянием тамагуны – это худшие враги себя самих. Они причиняют зло другим. Они озабочены только собственными интересами и удовлетворяют их за счет других. Здесь приводится цитата из Льва Толстого. Может быть, кто-нибудь сможет процитировать дословно. Я не нашла дословно. Но смысл такой, что смысл рабства состоит в том, что у работника отбирают продукты его труда. И при этом совершенно неважно, совершается ли это насилие благодаря тому, что сам человек находится в рабской зависимости, или же потому, что он вынужден платить деньги, которые ему нужно как-то доставать. Так или иначе, все равно у него отбирают плоды его труда. Мы можем проанализировать себя самих во взаимоотношениях с гунами. Мы можем проследить за своими привычками и поведением и сделать вывод относительно того, какие гуны на нас влияют. Если мы посмотрим на состояние мира, то, естественно, мы задаемся вопросом, а как можно решить эти проблемы? И мы можем понять, что в основном проблемы мира растут из томогуны. Огромное количество проблем растет из томогуны. Конечно, и Раджагуна тоже порождает определенные проблемы. Раньше в больших городах была такая проблема – конский навоз. Слишком много лошадей, вот как за всеми за ними убрать? Теперь не стало лошадей, а стали автомобили. Это решение в духе Раджагуны. Разве это решает проблему? Нет, это просто изменяет природу проблемы. Теперь у нас есть загрязнение воздуха и пробки на дорогах. Это просто другой вид проблемы. Настоящее решение проблем можно найти только в сатве. И если мы хотим увеличить сатву, то что нам следует делать? Первое дело – это пища. Каждый день каждый из нас ест какую-то пищу. И это одна из главнейших вещей, которые влияют на наше сознание. Если мы выберем пищу, которая по своей природе сатвична, то это внесет в наше сознание сатву. Другая вещь – это деятельность. Например, йога, которая сейчас становится все более популярной. Многим людям йога нравится, потому что после занятий они испытывают такое приподнятое у них настроение, они прекрасно себя чувствуют. Этот опыт, который они испытывают, приходит из сатвы. Поэтому человеку следует заниматься чем-то таким. Сравните с упражнениями или с физическими упражнениями в раджагуне. Те, кто поднимает тяжести. Культуристы, которые говорят, без боли не будет достижения. Большие мускулы, я прекрасно выгляжу. Это раджагуна. А теперь мантра. Это звук. Все время, пока мы не спим, звук входит в наше тело. Это почти такая же вещь, как пища. Каждый день, все время, пока не спим, звук входит. Звук оказывает очень сильное влияние на воду. Может быть, вы знакомы с работами Масуру Эмото. Он взял воду из-под этой плотины, Фудживара. И он заморозил ее и рассмотрел под микроскопом. Вот что он увидел. Потом он предложил нескольким буддистам почитать молитвы над этой водой. Это была та же самая вода, но звук. А он заморозил воду, и вот теперь на что она стала похожа. Тогда он взял определенные слова. Зло. Спасибо. Истина. Тело на 80% состоит из воды. Мы видим, какое влияние оказывает звук и слова на воду. Следовательно, оно окажет влияние и на сознание. Один мой коллега исследовал влияние гун и влияние звука на гуны. Он провел множество различных исследований в этой области. И вывел то, что называется ведический индекс личности. Он написал диссертацию по этому поводу. У него было три группы добровольцев. Одна группа ничего не делала. Другая группа повторяла бессмысленное словосочетание. Например, современное поколение выбирает пепси, кока-кола, ну что-нибудь такое. А третья группа повторяла маха-мантру, которую вы видите здесь. 20 минут в день они повторяли мантру. И через 60 дней эксперимента он предложил снова им пройти тест на гуны. И обнаружил, что тамагуна значительно снизилась. А сатвагуна возросла. Вот доказательства. Подобный эксперимент провели участники группы йоги в Индии. И в этом эксперименте они доказали, что те, кто занимаются йогой, у тех сатвагуна повышается, а тамагуна снижается. Каждый из нас может воспользоваться этим знанием и применить его в своей жизни. Мы можем испытать самого себя и посмотреть, что же на нас влияет. Можете вывести для себя такой индекс личности и, проводя эксперименты на самом себе, увидеть, что на вас влияет. И если вы хотите изменить это положение, то есть инструменты для этого. Сейчас мы живем в такое время, когда нас окружает множество проблем. Как решить эти проблемы? Где решение? В зависимости от того, как человек смотрит на этот мир, он видит различные виды решения. Я утверждаю, что корнем всех проблем является сознание. Низкое сознание, сознание, находящееся под влиянием тамагуны. В своей книге я применяю этот принцип, это знание о гунах, к экономическому поведению. В современном обществе у нас экономика раджа гуны. Я хочу прибыли и еще больше прибыли. Но сейчас тамагун приходит, и я хочу прибыли за твой счет. И здесь включается в действие тамагуна, и я уже хочу не просто прибыли, а еще за твой счет. Я хочу получить прибыль путем обмана. Я хочу получить прибыль путем эксплуатации других. К чему же все это приведет, если продолжать в том же духе? Понимая природу тамагуны, мы можем предсказать будущее. Нам не нужно быть шар для этого. Нам не нужно быть для этого медиумом. Плод тамагуны – это разрушение. Мир не может продолжать в таком же духе. Чтобы не прийти, в конце концов, к катастрофе и к разрушению. Многие люди понимают эту ситуацию, осознают, насколько она тяжела. И люди думают, что же делать, как же изменить все это? Единственный способ, с помощью которого можно что-то изменить, – это изменить сознание. Потому что мы на самом деле пожинаем лишь плоды своего собственного поведения. Это не решение, которое исходит от наших политических лидеров. То, что исходит от политических лидеров, не решит наши проблемы. Совершенно точное положение не будут спасать банкиры. Они, наоборот, сделают только хуже. Решение лежит в том, что вы и я будем делать с этим. Мы делаем этот мир. Каждый из нас носит свой вклад в этот мир. Наше сознание влияет на весь мир. И если мы хотим каких-то перемен, то мы и должны их осуществлять. Мы можем сделать свою часть работы, изменить свое сознание. И если это сделает достаточно большое количество людей, мы увидим перемены. Я надеюсь, что вы найдете немного времени для того, чтобы обдумать такой способ мышления. И сможете применить это знание в своей жизни. От этого выиграет не только каждый из вас индивидуально. Но мы увидим и общие результаты. На прошлой неделе я был на экономической конференции в Лондоне. Один оратор назвал 50-е годы прошлого века золотой эрой капитализма. Наверное, большинства из вас тогда еще не было. Я был ребенком. Но я помню, что времена были совсем другие. А природа того времени была такова, что в нем было больше сатвы. Если мы хотим вернуться снова в золотой век капитализма, или вообще в какой-либо золотой век, это потребует сатвы. Есть только одно решение, и оно состоит это духовная революция. Мы больше не живем во тьме невежества. Интернет доносит знания для каждого из нас. И каждый из нас становится источником света. Никаким количеством темноты невозможно задавить даже маленький свет. Каждый из нас, что мы делаем? Какую роль сыграет каждый из нас в построении того будущего, к которому мы стремимся, или которого мы хотим? Это зависит от нас. Как мы будем действовать. Мы, каждый из нас сыграет свою роль. Я хочу вдохновить всех вас и каждого из вас, понять это. Понять природу матрицы, которая представлена гунами. И тогда каждый из нас сможет принять осознанное решение возвысить собственное осознание. Спасибо. Есть ли у вас вопросы или комментарии? Я думаю, что нужно. Я громко буду говорить. Дон Рус, начальство выступления, затронул вопрос контроля численности населения на планете. А там что, да, размножается достаточно. И находясь в неправильном состоянии, то есть мы проводим популяцию человеческого, всю землю, в двух местах разрушения. Каким образом он видит, чтобы регулировать ситуацию? К примеру, существуют там рейский клуб, который это решает несколько радикальными способами сокращения численности населения. Вопрос о численности населения. Вопрос о том, что в начале вашей презентации вы говорили, что в начале вашей презентации вы говорили, что сейчас один из проблем на этом планете нарушение на повышение на повышение. Идея перенаселения совершенно безбожна. Не помню, чтобы я это говорил. Этот мир не является результатом какого-то стечения обстоятельств. Он создан Богом, и Он поместил нас сюда. А уж раз Он нас поместил сюда, то и сделал все необходимое, чтобы мы могли себя поддерживать. В этом мире всего для всех достаточно. Как говорится, здесь всего достаточно, чтобы удовлетворять потребности каждого, но недостаточно для того, чтобы удовлетворять жадность. На этой земле может жить и 11, и 12 миллиардов людей. 15 миллиардов. Недавно один молодой ученый исследовал выброшенную в мусор пищу, пищу, которую выбрасывают. И он обнаружил, что 30% всей пищи, которая производится в Америке, идет прямо в мусорный бак. Вся проблема в том, как устроено общество. Если бы общество было организовано по-другому, то всего бы всем хватало. Но современное это общество организовано для Раджа-гуны и Тама-гуны. Конечно, решением является Сатва-гуна. Что в данном случае это означает, Сатва-гуна? Это деревенская жизнь. Я четыре месяца прожил в одной из русских деревень. Это было прекрасное время. Мне очень понравилось. Я бы там и остался, но мне надо было заниматься своей работой, а там не было интернета совсем. Решение этой проблемы, как и всех остальных проблем, лежит в Сатва-гуне. Кто еще? Скажите, пожалуйста, Вы объясняете проблему нерождания через три года, да? Откуда они взялись, кто их создал и зачем? Вы объясняете проблему нерождания через три гуны. Откуда они взялись, кто их создал и зачем? Особенно последние две гуны. Особенно последние две гуны. А, окей. You are explaining all the whole universe through these three гуны. So my question is, what is the source of these гуны? Who created them, especially the two last ones? And what for? This, everything is created by God. This world and the way it functions is created by God. Все создано Богом. Весь мир и то, как он организован и как он работает, все это сделал Бог. This information comes to us from Bhagavad-Gita. Это знание приходит к нам из Bhagavad-Gita. You may know Bhagavad-Gita is basically the main scripture of India. Может быть, вы знаете, что Bhagavad-Gita это основное священное писание Индии. And God himself is considered to be the speaker of the Gita. И считается, что рассказчиком Bhagavad-Gita является сам Бог. Возникает вопрос, почему это совершенное существо, Бог, который всесовершенен, создал такие гуны, а в особенности Раджа-гуну и Тама-гуну? What's the matter with them? Зачем он это сделал? Actually, why does he do that? Because we want that. Он сделал это, потому что мы этого хотели. God is so nice, whatever our desire is, he is willing to fulfill. Бог так добр, что какое бы желание у нас не возникло, он его исполняет. So this earth is created as a sort of multi-purpose room. Это земля... Which room? Multi-purpose. What is this? A room that can be used for different things. Эта планета создана как многоцелевое помещение. There's different agents. В нем действуют разные агенты. And in one age, one age called Sakyat-yuga, извините, здесь в течение времени были разные эпохи. This age is completely in Sattva. Первая эпоха называлась Satya-yuga, и она протекала вся под влиянием саттвы. Later on, the influence of Rajas comes. Постепенно перемешалось влияние Rajas. Мы слышим упоминание о том, что некогда существовала величественная цивилизация, Золотой век. Это было сочетание Rajas и Sattva. Это было сочетание Rajas и Sattva. И если у нас есть глаза, то мы можем заметить, как эта деградация распространяется и на нашу собственную жизнь. Тенденция направлена вниз. Но мы можем повернуть ее вспять. Особенно если у нас есть мудрость и знание относительно того, что подлежит изменению. Последний вопрос, который при этом остается, а есть ли у нас желание? Это зависит от вас. Получается, что если человечество желает плохого, то Бог это автоматически исполняет. Then, am I correct that if the humanity wants some evil, then Lord will fulfill it? Нет? Да. Very strange. Но люди этого хотят. Может быть, вы знаете. Психологи исследовали различные виды человеческого поведения. Знаете такое слово «психопат»? Это злые люди. Согласно некоторым психологам. У этих людей нет никакой связи с Богом. У них нет сознания. И что же для них является хорошим? Это возможность сделать все, что они пожелают. А что для них плохое? Это те, кто пытается помешать им. Один психолог пишет, что именно психопаты являются наилучшими трейдерами на Уолл-Стрит. Они, например, могут беззастенчиво делать деньги, задирая цены на пищу, так, чтобы люди не могли себе позволить вообще поесть. И им это очень нравится. Есть люди, которым это нравится. Мы не должны быть настолько наивными, чтобы полагать, что этот мир населен такими добряками. В этом мире постоянно идет борьба между силами зла и силами добра. Вот что происходит. Первый вопрос. Как вы понимаете происхождение человека? Разделяйте вы теорию Дарвина или космическую теорию, или еще какую-нибудь? Второй вопрос. В ведических писаниях описывают такие космические корабли, как Лайдман. В ведических писаниях описывают космические корабли, называемые виманами. И возможно ли совмещение тихой, спокойной деревенской жизни с перемещением между планетами на этих виманах, на таких виманах? Правильно? Правильно. Спасибо. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. И я имею 2 вопросы. The first is the origin of a human. Do you share Darwin theory, or космический theory, or some other theory? And the second one is about vимана. In the Vedic scriptures, vиманах are described. So, is it possible to combine the simple living in a village with this interplanetary traveling? Происхождение человека. Все мы являемся экспансиями Бога. Мы и Бог, и не Бог. Бог велик, Он безграничен. Мы обладаем таким же качеством, как Бог, но очень уступаем Ему в количестве. Мы количественно очень малы. Бог расширяет Себя для того, чтобы получить опыт любовных взаимоотношений. Все живые существа в этом мире – это духовные существа. И это означает, что эти существа живут и в формах людей, и в формах животных, и в формах... Человеческая форма отличается от них всех наличием сознания. И в человеческом, находясь в человеческом теле, мы получаем возможность осознать Бога. В этом, собственно, заключается основная цель человеческой жизни. Относительно второго вопроса – можно ли совместить простую деревенскую жизнь с путешествием на Виманах? Я думаю, да. Почему нет? У меня нет опыта полетов на Виманах, поэтому я не могу с уверенностью утверждать. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о том, что Вы делаете каждый день, чтобы с Вами была саттва гуна. Пожалуйста, расскажите о том, что Вы, лично, делаете каждый день, чтобы увеличить Саттва или оставить Саттва. Я повторяю каждый день Маха-мантру 1728 раз. Это моя двухчасовая медитация. Я вегетарианец. Иногда я исполняю упражнения йоги. Я рано ложусь спать. Я был, до того, как я приехал в Санкт-Петербург. Во всяком случае, раньше я ложился спать рано, перед тем, как приехал в Санкт-Петербург. Тут солнце светит до середины ночи, я смотрю на часы. Боже мой, уже 11. Но обычно я ложусь спать в 9, встаю в 3. Я живу так, поддерживаю такой стиль жизни саттвически 40 лет. И я могу дать Вам свое личное подтверждение, что эта жизнь ведет к удовлетворению. Развитие общества, его свобода, зависит от того, насколько, как много людей, которые ведут образ жизни саттвагуна. И люди, которые, в свою очередь, захвачены тем, что мы имеем в Раджи и в Тапасе, они не в состоянии осознать степень, не деградации, конечно, а то, что они ушли далеко от себя. И каков способ на сегодня помочь им выйти с этого? Они не в состоянии увидеть, что им надо стремиться к саттве. И как мы можем помочь им перейти из этих двух состояний, Раджи и Тапас, к саттве? Люди в современном обществе зачастую захвачены двумя низшими гунами, Раджасом и Тапасом. И находясь под влиянием этих гун, они даже не осознают, что они потеряли. То есть они даже не знают, что им надо стремиться к саттве. Вопрос в том, как помочь таким людям осознать, что им туда нужно. Как помочь им? Да, правильно я говорю? Да. Если помочь им, то есть концепция. А, есть ли какая-то методика или концепция для этого? Это великолепный вопрос. Спасибо вам. Да, и есть такой метод, от которого выигрывают все. Мы слышим эту примеру, что «срежусь торжествует все hullу. История торжествует все на глубине. Тайдер. Тайдер. Цель с currentом море, когда нет вертвистов. Суть в том, что если даже небольшое количество людей повысят свою садву, то это повлияет на всех. И все ощутят это влияние. Как я показывал вам пример с водой. Звук и вода. Звук меняет этот мир или организует этот мир. Он создает определенный тип атмосферы. Само воздействие звука может изменить атмосферу. Мы видим, что сейчас атмосфера, в общем, деградации благодаря воздействию тамагуны. И этому можно противопоставить влияние саттвы. Если саттва присутствует, то она снижает тамас, само собой. И все почувствуют этот результат. Нет необходимости каждому становиться святым. Но это может действительно повлиять на некоторые проблемы. Я приводил этот пример золотого века капитализма. Тогда не было такой биржи, как сейчас. Не было таких трейдеров, которые бы делали деньги, заставляя людей голодать. И это не потому, что это было в 1950-е годы, а потому, что просто саттвы было больше тогда. Я пытаюсь именно на этой идее поставить акцент. Решение всех проблем лежит в саттве. Поэтому я прошу каждого внести свой вклад в это решение. Повторяйте эту мантру. Вам не нужно делать это два часа в день. Ну, один раз в день можете повторить. Проснитесь утром и просто повторите эту мантру один раз. Не нужно вам свою религию изменять. Вам вообще ничего изменять не нужно. Просто повторяйте эту мантру один раз в день. И это будет ваш вклад. Что он ответит на вопрос восточной пословицы «Сколько ни говори халва-халва, в рту слаще не станет». Теперь к сказанному только что, как вы прокомментируете восточную пословицу «Сколько ни говори халва-халва, в рту слаще не станет». Это природа материального звука. Почему эта маха-мантра называется Маха-мантрой, то есть великой мантрой? Кришна и Рама – это имена Бога. Кришна означает «очень красивый», «самый красивый». Он является источником всего, Бог является источником всего, и все прекрасные исходят из него. И, конечно, он должен быть красивым. Рама означает «самый могучий». Вам не нужно в это верить, не обязательно. Но сам этот звук обладает силой. Как мы показывали на примере воды. И он меняет сознание. И я приглашаю всех присутствующих попробовать на себе. Первый вопрос. В нашем случае мы все-таки русские люди, и санксхрит для нас несколько далек. Наверное, мы можем использовать наши христианские молитвы, потому что там тоже добрые слова, и я уверен, что они благостно влияют на нас. И второй вопрос. Про опыт вегетарианства. Как Вы к этому пришли? Почему Вы решили перейти на веганский образ жизни? Ну и что Вы для этого делали? Я не буду повторять. Да, все слышали вопрос? Да, первое. Окей. Повторяю для записи. Первый вопрос. Мы русские люди, санксхрит довольно далек от нас. И возможно, что в нашей христианской культуре, в нашем языке есть соответствующие слова, молитвы, которые мы можем использовать. Второй вопрос. Вы вегетарианец. Расскажите, пожалуйста, как Вы к этому пришли, и что Вы делаете для этого. Да, правильно? Ну, что Вы делаете, и вообще, почему Вы решили. Почему Вы решили стать вегетарианцем? The first questions. We are Russians here, so Sanskrit is something far from us. Maybe we have here some Christian prayers to do the same. The second question. You are vegetarian. Could you kindly tell us, how have you come to this idea? Why have you become a vegetarian? And what are you doing as a vegetarian? Your first question, you're actually not quite correct. Actually, there's more than 2,000 words, exactly the same sound and meaning in Russian language and in Sanskrit. В самом Вашем первом вопросе есть некоторая неточность, потому что в русском языке есть как минимум 2,000 корней или похожих слов, которые связаны с санскритом прямым образом. Так что санскрит не так уж, это не иностранный язык для русских. Но, что касается второй части этого вопроса, то да, и христианские молитвы замечательно подходят для достижения. и тех же самых целей. Можете повторять имена Иисуса. Это повторение на четках. Идея состоит в том, чтобы вызывать к Богу. Это может быть любое имя Бога, неважно какое. Как у каждого человека есть два, три, четыре имени. Друзья называют нас одним именем, дети другим именем, супруг или супруга третьим. А мы отвечаем, потому что это же наши имена. Точно так же и мы зовем Бога по имени. Мы зовем Бога по имени, главное звать Его. The second question about vegetarianism. Oh, vegetarianism. Когда я был молодым, моя девушка была очень строгой вегетарианкой. And I would eat my hamburger and she would sit next to me, giving me bad looks. А когда я ел гамбургер, она сидела рядом со мной и такие косяки на меня бросала. She managed to convince me that there was a good moral argument for not killing animals unnecessarily. Она сумела убедить меня в том, что есть моральное основание для того, чтобы не есть убитых животных. Но поскольку я так был привязан к своей обычной диете, обусловлен ею, мне было довольно трудно отказаться от мяса. Но благодаря общению я смог произвести эти изменения в себе. Я стал общаться с другими людьми, которые тоже были вегетарианцами. И они научили меня готовить очень вкусную еду. Сейчас можете зайти на YouTube, там полным-полно роликов, вас там научат готовить вкусную еду. Нам нужен учитель, который научил бы нас, показал бы нам другой стиль жизни. Это... Такую помощь легко получить сейчас. На YouTube есть немало хороших поваров, которые учат. А если уже говорить о проблемах окружающей среды, то отказ от мяса и переход на растительную пищу – это вклад, который любой из вас может сделать для спасения окружающей среды. Потому что для того, чтобы поддержать растительную диету, не нужно затрачивать такое огромное количество ресурсов, которые нужны для производства мяса. Как по-вашему выглядит модель нашего будущего и что люди в нем делают? Множество молодых людей озабочены будущим. Конечно, взгляды различаются в разных странах. Здесь условия в России, у вас здесь условия довольно сильно отличаются от тех, в которых живут молодые люди в Европе или Америке. Я уже говорил, что я был на конференции в Копенгагене, и вот я заметил, что там молодые люди очень сильно озабочены будущим. Они вообще не видят светлого будущего. Безработица среди молодых людей в возрасте между 20 и 30 годами чрезвычайно высока по всему миру. Когда мы говорим о мире, то мы не можем сказать просто будущее, потому что это будут разные будущие. Что же, от чего зависят различия? Предположим, человек потерял работу. Конечно, каждому нужны деньги. Как же достать деньги? Это первая проблема, которая возникает. Но каково различие между людьми после того, как они потеряли работу? Допустим, у меня есть какие-то навыки, я что-то умею делать. Но у них нет места, где они могли бы приложить свои умения и навыки и так заработать деньги. Что я предлагаю, я предлагаю людям дарить другим или отдавать другим то, что у них есть, и то, чем они хотели бы делиться с другими. Не нужно думать о деньгах. Давайте лучше вместо этого подумаем, что я могу предложить миру. И найдем способ отдать это, отдавать. И вы обнаружите, что если вы делаете так, то все, что вам необходимо, приходит к вам само собой. Есть одна дама в Германии. Она живет без денег. Есть фильм о ней. Называется «Жизнь без денег». Как же она живет без денег? Она ищет способа отдавать то, что имеет. Она заботится. Она заботится о людях, помогает им разными способами. Они приглашают ее жить у себя дома. Когда ей нужна пища, она просто идет на рынок после окончания работы рынка и подбирает все, что ей нужно. А нередко люди приглашают ее на обед к себе. Она живет без денег уже 15 лет. Так что это возможно. Вместо того, чтобы думать о том, чего у меня нет, лучше подумать о том, что я могу отдать. В этом духовная экономика. Между прочим, у меня есть с собой эти книги. Сейчас я покажу вам экземпляр. Давно хотел задать вопрос практикующему вегетарианцу. Есть эскимосы, есть другие народы Крайнего Севера. Должны ли они быть вегетарианцами и как реально им стать? Вопрос к практикующему вегетарианцу. Есть эскимосы и другие народы Севера. Должны ли они быть вегетарианцами и как им стать вегетарианцами? Это вопрос для практических вегетарианстов. Есть эскимосы или другие народные популяции. Может быть, они вегетарианцы, и как они могут быть вегетарианцами? Я думаю, что это будет очень сложно для них быть вегетарианцами. Мы не пытаемся заставить всех, чтобы делать что-то необычное. Мы не хотим принуждать никого к совершению каких-то неестественных действий. Здесь, например, каждый может вырастить помидоры у себя на балконе. У вас есть и картошка, и баклажаны на рынке. Они есть. Если вы оказались в ситуации, когда нет вокруг нормальной еды, тогда у вас есть право съесть что-то. Но на самом деле мало кто из нас реально попадает в такие ситуации. Скажите, пожалуйста, почему вы заинтересовались жизнью в России и каковы ваши впечатления от жизни в деревне российской? И где это было? Это деревня называлась Степановка, она находится на севере Ростовской области, примерно в 150 километрах от Ростова. Почему я привлекся к России? Люди нравятся. У вас здесь все еще сохраняется прекрасная культура. Такой культуры, как у вас, в Европе и Америке, уже нет. Вы добросердечные люди. Вы щедрые. И я думаю, что русские – это надежда мира. Людям всему миру требуется пример. Как решают все эти проблемы? Если сравнить с американцами, американская молодежь этими проблемами почти не интересуется. Потому что экономика в Америке в более или менее приличном состоянии сейчас находится. И самое распространенное высшее образование, которое они получают, это МБА, бизнес. Самое главное для них – это разбогатеть. Хотя это не делает людей счастливыми. По крайней мере, из своего опыта общения с моими русскими друзьями, я здесь такого не наблюдаю. И мне нравится это. Мне очень нравилось жить в этой деревне. Потому что там было очень тихо. Но это же в основном… Но в основном мой интерес – это вы. Большое вам спасибо. Сколько у нас еще есть времени? Есть еще вопросы? Я жил в большой семье, восьмой ребенке в семье, в большой деревне. Вот четыре месяца пожили. А там корни идут. Та культура, которая у нас в доме сложилась, когда за стол не садишься, пока не сделал что-то. И такое слово произносилось всегда. Отец, как ты управился с сеном? Отец спрашивает мать. Мать, как ты управилась с коровой? Дети, как вы управились с уроками? То есть слово управление. Где право, воля присутствуют. А это русский язык. Вот это, вот о чем говорится мантра. В русском языке содержится постоянно. Не надо специально молиться, потому что мы разговариваем с этим языком. Где гласные согласовываются согласно. Так вот, слово управление. Пожили вы четыре месяца. Надо бы пожить побольше. Предлагаю еще побольше. Русский послойц наговориться. Прочитать Пушкина, Руслана Людмила. Мощное произведение, которое говорит о том, как развивается цивилизация глобальная. Прошу прощения. Это правда речь достойная того, чтобы ее выслушать, но я не могу ее дословно воспроизвести. Суть в том, что в русском языке тоже есть слова, за которыми стоят те понятия, которые формируют правильные концепции, ту самую культуру, о которой говорит мистер Рус. И одно из этих слов, это управление. Батюшка сказал, что его корни уходят в деревенскую жизнь, и в их семье за стол не садились, пока не выяснят, как управился отец сеном. Управилась мать с коровой, управились дети со своими уроками, со своими обязанностями. А в этом слове заложено и право, и воля. Да? Да. То, что Бог дает нам управлять, мы наместники Бога на земле. Вот. Мы наместники Бога на земле. Бог дает нам управлять, в том числе и своей жизнью. И батюшка приглашает Дона Русса пожить в деревне еще подольше, выучить русский язык, прочитать на русском языке Пушкина и другие великие произведения. Руслана и Людмилу. А теперь, как я все это переведу? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Делаю? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ which has significant and important concepts behind them. And this man lived all his life. His roots are in the village life. And he says that in their big family, he was an eighth child in the family. And they would not sit to the dinner, to the table, without asking how the father managed with the hay, how mother managed with the cow, how children managed with their lessons, so on. And the main concept is this management, that we are here the representatives of God, and we must manage our lives. He also expressed his desire to learn Russian language and read Pushkin's poems in Russian language, and he also invites you to his village to live with him. Okay. How far away is your village? How far is your village? How far is your village? Oh, the village? Orlovshina. How far is your village? 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 A thousand kilometers from Petersburg. There are also villages around Petersburg and around Psykov. We have enough place for friends. We say we don't have a hundred rubles, but have a hundred friends. Thank you for your invitation. If we get anywhere in that neighborhood, I'll be sure to stop by. I thank you for the invitation. If I'm going to be there in the near future, I'll be sure to come to you. We're going maybe, what, 3,000 kilometers into Russia? More than 3,000. We're going to do a trip to Russia, and the next part of our country will be Altaia. So, on the way back, we're going to make some different stops. And on the way back, we're going to make some different stops. We're going to make some different stops. And please tell me the name of your village or your village. We'll make a note. Please tell me the name of your village. I'll be sure, maybe we're going to make some different stops. What you're describing of your childhood is actually Sattva-Guna. What you're describing of your childhood is actually Sattva-Guna. What you're describing of your childhood is actually Sattva-Guna. It's Sattva, деревенская жизнь, it's Sattva. This culture is not so distant for you. This culture is not so distant for you. And there are many people I know in Russia who are eager to again revive this way of life. I know many people I know in Russia who are eager to again revive this way of life. So our friends in Altaia, we're going to visit, they're staying in village also. And we're going there to encourage them in that area. And we're going there to encourage them to continue their activities. Anyway, as far as the Russian words, yes, I'm sure there are probably many. And that's what I'm trying to make, it's not so much about language, it's about different understanding of the way this world works. If we understand how it's working, then we can understand where it's broken. And if we understand where it's broken, we know what to do to fix it. And if we understand where it's broken, we know what to do to fix it. Everybody is looking for solutions to the problems of their personal lives and the problems of the world. But as we mentioned before, in Rajagun we solve one problem with another problem. In Tamagun there's no solution to the problem. And if we want to solve the problems, we must have sattva. And if we want to solve problems, then we need sattva. That gives us the understanding to be able to know where the problem actually is. That gives us the opportunity to understand where the problem actually is. Actually more than that, in sattva the problems simply go away. In modern society we create problems and then we think ourselves great thinkers if we can solve the problem that we create. The real solution is to stop creating the problem. The real solution is to stop creating the problem. Right? Okay. Last one. hh. A Ты ma'aPANUK. Okay. Yes. WIC ol brassin. Mr. gold y a chopaer. Well, of courseём we'll? The fire that. The fire that DMESabesne ives on the perceived ties on the land. Would you accept British people with all people? The fire, ind te yes. The fire? Next time we'll people at with Tr模様. The fire when时候 we expect your people at the same time or during the 됐 need? The fire? The fire. В своих выступлениях вы упоминаете Эдгара Кейси, который сделал пророчество относительно русского народа. Речь шла о том, что русский народ – это надежда мира, что именно через Россию начнется возрождение мира. Вопрос такой, почему именно на русских возложено, что в них такого, что им досталось нести эту ношу, а нельзя ли это делать всем миром, а то получится, русские все будут тянуть, а остальные там, ну ладно, они же сделают. И помогать не станут. В ваших различных лекарствах вы говорили Эдгар Кейси, Эдгар Кейси, который сказал, что русские будут надежды в мире. Вопрос в том, что такое особое, что русские должны делать все свои работы? Они должны повести за собой мир, показав им пример. Будете вы это делать? Надеюсь, да. Мир нуждается в вашем примере. Большое спасибо, мне доставило большое удовольствие. Они хотят снимать фотографии.